Доброе утро, мои дорогие! Ну что? Опять с дождём обманули. Ох уж эти метеорологи! Ой-ой-ой-ой-ой! Совсем безответственные люди. Пообещали. И так всё время. Обещали два дня дождь. А тут ещё один жаркий день. Ну ладно. Что ж теперь делать? Ну что, мои дорогие, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за лайки. Помогайте мне продвигать канал. Огромное вам спасибо. Ну а я стараюсь снимать вам, что я делаю, чтобы вам поинтереснее было. Вот нашла в залежах. Девчонки, у меня правда залежи. Я забываю даже. Вот нашла три или четыре, что ли, оттенка хороших стеклянных бус. Прям вот... но они все жёлтого оттенка. Но всё равно такие яркие, такие прям... Вот хочу сделать из них украшения. А там ещё были мелкие бусины, ядрёного такого цвета. Слушайте, они у меня лежат лет десять. И никуда. Ну, значит, куда? Значит, пойдут на занавеску, на терраску. Вот. Да, и, кстати, просила Людочка Резникова про занавеску рассказать. Ну, ладно, расскажу в очередной раз. Так, а мне сегодня что надо сделать, помимо всех дел? Надо съездить в городок, у меня кончается краска белая фасадная. А так как у меня в работе три кашпо. И все их надо красить. Надо поехать купить и купить ещё этого колора. Ну, цвет. Сейчас я пойду посмотрю, какие у меня там есть. А вот тоже всё к концу подходит. Сколько я за лето сделала-то их, этих кашпо. Вот, так что... Ну, что же, мои дорогие, сделала я вот такое украшение. Вот оно. Всё сияет. Прям вот. Это чокер 50 сантиметров. На шее он будет, конечно, по-другому. Вот так вот где-то будет на нормальном-то человеке. Вот такая застёжка лебедь. очень удобно самой застёгивать и расстёгивать. Вот так что вот... Вот такая... Вот такая красивая вещица. На мой взгляд. Это, конечно, моё субъективное мнение. Вот. Ну, я старалась. Кому понравится, стоить оно будет тысячу рублей, но уже с почтой. Так что вообще недорого совсем. Пишите ваше мнение. Зайки мои, мне уже вот пишут, где можно посмотреть, как делать тыкву. На Яндекс.Дзен под видео есть ссылочка. Девочки, ну, на самом деле, то, что меньше 8 минут видео у меня выкладывать бесполезно на Ютубе. А оно у меня вышло меньше. Поэтому на Яндексе. Я правда не знаю, Саша уже выложил его или нет, но посмотрите. Выложит. Если не выложил. Вот. И ещё раз вам огромное спасибо за ваши комментарии, за лайки. Девочки, пожалуйста, пишите. Надо вылезти мне из этого дерьма, куда я попала. Что меня нет в рекомендованных видео. Это очень плохо для меня. Пожалуйста, помогайте мне. Прям вот отдельное спасибо всем, кто даже по нескольку комментариев пишет. И из них один мужчина, Алексей Губернаторов. Спасибо вам огромное, Алексей. Ладно, девочки-то, они меня понимают. А мужчины редко когда-то вообще пишут. Так что спасибо всем огромное. Она собирала Оксаночке браслетиков. Она любит на резиночках. Я не люблю делать на резинках, но сама ношу на резинках, потому что руки-крюки стали не застегнуть проблемы и помочь некому в этом деле. Так что Оксанчик, приезжай, забирай. Вот тебе тут и с веселечками и всяких красных. А я пошла в цемент опять. Надо доделывать. У меня там дома робот-пылесос ползает. А я тут вот все кашпо делаю из цемента. Из тряпок. Костя же мне сказал, мамка, убирай весь свой хлам. А куда я буду убирать? Я же не буду его выкидывать на помойку. Я все тряпки в кашпо превращаю. Вот. А сейчас покрою лаком еще одну досочку. Такая лиса замечательная. А тут девочка как в хрустальном шаре. Сейчас яхтным лаком покрою. Ну, пару слоев я, наверное, обычно два слоя делаю. И пойду есть. Забыла совсем, что есть надо с этой работой. так вот, про эту занавеску. Девочки, я ее делаю четвертый год. Если не четыре года. Я уже не помню. чтобы сделать такую занавеску, сколько нужно иметь бусин. Это у меня просто за долгие годы накопилось много чего. дешевый пластик, который не смотрится. Потом покоцанные всякие, ободранные бусины, надколотые, деревянные страшные, неровные. Знаете, бывает, на Алиэкспрессе закажешь, тебе придет, ну, такое. Ну, в общем, всякое. Всякое-всякое. Вот. Что хочу сказать. И вот временем проверяются эти бусины. Есть даже пластиковые, которые не выгорели и ничего им не сделалось. Вот. А есть стеклянные, которые выгорают в момент. Ну, и пластик в основном выгорает. Цепочки, которые висят, конечно, заржавели. Вот. Начинаешь чего-то перебирать. Бывает, я сама куплю, знаете, вот в комиссионке, да. Потом ну и куда их копить. У меня их и так. Вот. ну, делки вот я покупала. Вроде интересные бусы, а потом дома в очках разглядишь, они, знаете, пластик такой со швом. Тоже сюда вон пошли красные. Вот сейчас еще повешу. Видите, у меня тут молоток лежит. гостики. Гвоздики. Так. 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 Ну, эту надо удлинить. Вот и все. Вот и все. Они красиво смотрятся, когда вечером солнышко садится. Вот тут вот. И вот они прям играют на солнышке, да. Вот видите вот желтые бусинки. Надо удлинить еще их. Да там еще их навалом еще, наверное, на целую штучку кладет. Вот. Мне очень нравится, как они... Звук от них. Так. Слышно вам? Они так... Постукивают, шелестят. В общем, короче говоря, я себе найду работу. Другим вот, может быть, и нафиг это не надо. У меня вот Костик этому так вот... Ну, он такой любитель минимализма. Ему вот это не нужно. А мне вот нужно. Да и не люблю я все выкидывать на помойку. Ну и что, что они там где-то проржавели или какие-то бусины там надколоты. Тут-то их в общей массе-то не видно. Вот хочу вам показать. Вот девочки приходили, подметали, выметали весь этот угол. Да? Вот, два дня. Это ветер, ломаются ветки, летят листья. И вот опять вот такой срач. А тут я вчера вечером только подметала. Вот это все я подметала вчера вечером. Эти листья, ну, туда мучировала. Ну, сизипов труд. А вот эта локация, вот она мне нравится. Она красивая, конечно, и цветет красиво. Но посмотрите, что творится. Вот это вот с нее сыпется и сыпется. Вот смотрите, у меня эта акапция практически засохла совсем. А снизу новая жизнь пробивается. Ну, что, надо пилить ее, что ли, да? А куда ее, что с ней делать? Надо звать Витю. И пилить. И пилить. Что-то никого на остановке нет. Опять, что ли, придется такси вызывать. Ой. До меня только дошло. Сегодня же среда. Цыганский рынок. О, идет. Все время опаздывает. Для них расписание-то так. Мира приехала уже с моря. С Федей. Ну, они молодцы. Они каждое утро на море. Да, значит, все уже на цыганские съездили. О, нет. Поэтому и народу нет на остановке. О, его уже 400 рублей. Жду Толика. Вот ворона я, да? Пошла на рынок, а денег не сняла. Ну и что, в результате купила сигареты, рыбки и все. Ну, в городке-то я по карте расплачиваюсь, а потом придется опять ехать в путь, что ли. Ну, где банкомат есть. Да, прошлый раз мой его покупала была 360, теперь 400. Цены растут просто. Как жить, непонятно. Масенькая машиночка и диски зеленые. Ой, что только не увидишь, стоит в Черноморск выехать. Я еду. Я уже и покурить успела. Ну и дошла сюда на остановку. Ой, откуда он едет? Уже можно было в Черноморске туда и обратно проехать. Ну, а вроде вот да, уже как-то приятели. Он и подождет в магазине, он и дома сумки мне дотащит там. Ну и поболтать вроде, новости узнать. Ну, вот эти ожидания, когда уже можно было три раза уехать на такси, на обычный. А я терпеть не могу ждать. Где вот он едет? Вот в это время лучше не приезжать в городок. Одна касса на обед, вторая касса на обед закрыта. И вот мотаешься по этому магазине ищешь рабочую кассу. Ну что, я вернулась. А ты все ползаешь. И мусор вон. Понавогребал откуда-то. Парень, ты весь сам весь пылищик в паутине под кухней ползает. Все, да, на место пошел. А это я за тебя должна теперь собирать. Да? Ищет базу свою. Надо его хоть протереть. Пылища у нас, мои дорогие, вы не представляете идти с улицы. Просто все пылища. Протерла немножко его хоть. Пыль летит страшно. А это он у меня из-под кухни выгребает. Растаскивает. Все. Робот, пылесос. Веник это электрический. Который еще и не очень-то. Вон, видите. У меня под столом всегда всякая вот эта моя мелочь улетает. На пол. И вот не особенно. Да я лучше помою сейчас, да и все. Есть хочу. Пришла есть, а тут не до уборка. Да. Вышла через дорогу. Надоело эти знаки. Видеть их не могу. Огромные, безмозглые, бестолковые. Ну что, мои хорошие. Чуть не проворонило закат-то. А почему? Потому что буквально вот только было, был закат в двадцать двадцать. Десять. Потом в двадцать десять. А сейчас вот девятнадцать пятьдесят пять. И вот вам уже результат. Ну что это такое? В девять уже? Глаз кали. Темень какая. Господи. Ну куда оно время летит? Ну куда? Ну куда? Ой. Надо же. Чуть не проворонило. Смотрю, думаю, да ну рано еще. Ага, рано. Вот тебе и рано. А я сегодня, пока готовила борщ себе, думаю, включу, что-нибудь посмотрю. Так, что там у Самвела за новости? А у него новости. Брат его, Эдик Тупорылый, который живет с семьей в Башкирии, съездил на свадьбу к дальним родственникам армянам в Ставропольский край и загорелся покупать дом. Покупает дом. Блогер. Кто его смотрит, я не понимаю. Это два слова связать не может. Ленивый, жирный, тупой. Ну, настолько неинтересный. И жена у него, конечно, татарочка. Она хорошая, добрая, но такая, ну совсем неразвитая. Ну, я не могу. Вот, я посмотрела, значит, кусочками там три видео. И стало мне девчоночки мои и мальчики. И смешно, и обидно одновременно. Вот я прихожу все-таки к выводу, что на Ютубе побеждают придурки. Всякие, всяких мастей. Комар на ухо сел. Их смотрят, у них столько просмотров. Там смотреть нечего. А люди за них переживают. И люди такие же, наверное, что ли. Переживают. Пишут, что ж ты делаешь, Эдик. Э-те-те, э-те-те. Люди, господи. Он деньги на вас сделает. Да, он дурак. У него жена инвалид, у которой раздробленное бедро. Ходит с палочкой. А он покупает дом. Жилое помещение в этом доме. В летней кухне, в отдельной. И на втором этаже. И лестница на улице. Как эта бедная Гюльнас будет таскаться туда-обратно. Еле ходит. Вообще. В глухую деревню. Там, конечно, рядом Есентуки. Кисловодск там недалеко. Да купи ты там-то дом. Идиот. У тебя деньги-то есть. Все знают, что у него есть деньги. Ну, это легко по просмотрам посчитать. Девчонки через два года старше в институт поступать. Купить его в городе. Тем более, люди прям пишут, что Эдик. У нас в Есентуках за такие же деньги. Ты купишь нормальный дом. Что ты покупаешь? Гараж, блин, на первом этаже. А живите на втором. Лазите. Вообще. Ой, и какие переживания-то вокруг. И сколько комментариев-то. Тысячами. Вот так. А тут работаешь целыми днями. Ой. Вот вам, девчонки, и разница. Да, конечно, молодцы люди, кто на Ютубе нашел свою нишу. Я таких блогеров очень уважаю, которых интересно и посмотреть, и что-то новое узнать. И только радуешься за них, что у них там два миллиона подписчиков, там миллионами просмотры. Ну, эти люди достойные этих денег и, скажем так, ну, я не знаю, не всеобщего обожания, но уважения. Ну, вот эти вот придурки. Ха-ха-ха, и не могу. Да надо сказать, Эдик, ты дурак придурочный. Флаг тебе в руки. Не любишь ты ни жену, ни детей. Покупай, милый, вперед. Будешь вкалывать там, ковыряться, строить. А он, конечно, он ремонт, он гордится тем, что он ремонт умеет делать. Давай, пластика там нафигачишь. Давай, милый. А люди переживают за него. Господи. Вот так вот, мои дорогие. В общем, вот чего я вам рассказала. И вы мне не пишите, что я там рекламы им делаю. Не делаю я никакой рекламы им. А кому нравится такое смотреть, ради бога, смотрите. Я смотрю только по работе. Ха-ха. Я все пыталась научиться у Самуэла. Нет. У меня так не получается. Я не могу людей провоцировать. Вот это придуриваться, ехидничать, всех подкалывать. Лишь бы только были комментарии и просмотры. Я так не умею. Видимо, все-таки у меня хорошее воспитание. Вот. Вот. Ну, все. Солнышко зашло. Надо идти домой отдыхать. И тут вот и Коба похоронена. Я тут хоронила. Я уже полила все. Пообрезала розы, пообрезала где-то лишние ветки. Повыдирала еще эти, скажите, фиалки оставшиеся. Осталось чуть-чуть. Смотрите, сколько машин. Кошмар. Вообще. Мегаполис. Дорогу не перейти. Что-то спрашивают. Таксист, видно, новенький спрашивает, а где проходная у волны. Такси, говорит, не вы вызывали. Что, по мне похоже, что я такси вызвала в грязном платье. Вся мокрая, потная, как это после работы на участке. Ой. Ой. Ну ладно, мои золотые. Все, я вам поведала. Давайте отдыхать пойдем. Хватит. Уже что-то и ноги не носит. С этим цементом. Вот начинаешь когда делать кашпо какое-нибудь. Да, вот придумаешь там. Голову ломаешь. Чего из чего да как. Вот когда начинаешь, прям вот такой подъем. А когда дело подходит к концу, думаешь, твою мать. Когда ж ты закончишься? Оно же не делается за день-то и за два не делается. Неделя где-то уходит. Пока это с одной стороны намажешь. Пока сутки высохнет. Пока с другой стороны намажешь изнутри, сутки пройдут. Пока ногу приделаешь еще сутки, а то и больше. Бывает через сутки берешь, а нога отваливается. Опять по новой. Ну вот, потом пока покрасишь белой краской. И потом, когда другим цветом пойдет. Ну, слава тебе, господи. Вот тыкву сделала. Прям, вы знаете, прям с чувством, скажем так, глубокого удовлетворения. Прям понравилось самой. А эти уже идут у меня как конвейер. Раздаю. Раздаю. Все, мои дорогие, давайте до завтра. Пусть все будет у вас хорошо. Прям пусть все будет хорошо. Не грустите, не болейте, берегите себя. Плюйте на все. И берегите свое здоровье. Вот. Мне вон тоже пишут всякое. А я что-то не знаю. Что-то я как-то стала равнодушно относиться к этому дерьму. Блокирую и все. Меня как-то прям даже не трогает. Просто, чтобы больше глазами не натыкаться на это дерьмо, я их убираю и блокирую. Да пошли они. Тут работаешь целыми днями, чтобы было что людям показать. А они вот эти свои какие-то там бредовые, идиотские мысли высказывают. Такое уж кто может написать. Только тот, кто ничего не делает. Вот я в этом уверена. Потому что человек, который делает, он понимает, что это труд, что это работа. Вот. И не будет никогда вот так унижать человека. Пошли они все в задницу. Хейтеры, не хейтеры. Всякое разное. Все, мои золотые. Я вас люблю, целую, обнимаю. Спасибо вам огромное. За все. Давайте. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Ну и завтра увидимся. Пока-пока. Все. Пока-пока. Отечества.